Шрам начал помогать Свободе, которая, как выясняется, подвергается атакам наёмников, а с ними у нас и свои счёты. Нужно это дело прекращать. Если вы не видели прошлых серий, то в описании есть плейлист. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьёт, а также приятного просмотра. Сейчас мы движемся по основному заданию Свободы, это найти коменданта Щукина. Ну и направляемся, собственно, к метке. Чела, как вы мне прикажете воевать с таким туманом? Ладно, погода, конечно, жесть, вообще просто не для боя. Ну, я предлагаю обойти всё это дело и зайти сбоку, а затем вступить в ближний бой. Хэй, бро, найс ближний бой. Ещё и бинтов нихрена нет. Да уж, неудачно я сюда ворвался определённо. Да ёб твою медь! У меня ещё и бинтов нихрена нет. Готово. Так, один Свободовец, видимо, остался жив и один наёмник. Надо помочь Свободовцу срочно. Готово. Очень трудно воевать с этим туманом. Тут, кстати, винторез есть в идеальном состоянии. Так, ладно, это мы пока что всё нахер, хотя прицел боятся и дни от вала, потому что почему нет? О, и тут осматривает Щукина. Зачем ты его осматриваешь, чел? Ты КПК забрал? Только не... Он мне ещё и в морду дал. Не, он, кажется, из КПК взял, прикиньте. И он его теперь не продаёт. Просто посмотрю, просто посмотрю. Да, КПК Щукина. Ну, сорян, чел, мне нужно было его убить, потому что он подобрал КПК. Его никто не просил это делать. Он сам выбрал свою судьбу, так сказать. Между делом я просто дичайше истекаю кровью, но у меня нет бинтов. Но я вроде бы и не умираю прям, поэтому какое-то время я ещё проживу. Возвращаемся на базу. Так, забежим к бармену, получим нашу награду. Есть вот это для меня 3000, спасибо. Держи КПК, хотя подожди, это КПК Щукина? Нет, это просто КПК. Так, и давайте посмотрим, хватит ли нам сейчас на починку G36 у техника, у дядьки Яра. Надеюсь, хватит, потому что я уже хочу опробовать G36 в бою. Ибо мне сейчас нужно будет ещё раз помогать Свободе, а я недостаточно силён для этого. Хочешь денежа заработать? Хочу. Если у меня одно дельце, провернуть его надо по-тихому. Короче, это ночью надо подходить, и мне пока не до этого. Да, смотри, хватает денег. Но давайте посмотрим вообще, как ведёт себя G36 полностью починенная. Такое себе, если честно, прям вот вообще максимально такое себе. Но давайте попробуем что-нибудь загрейдить. Нам нужна точность, очень. Вот, допустим, смотрите, точность плюс 10 можем сделать. И давайте посмотрим теперь. Ну, правда, глупо сравнивать после 10% грейда, да, но всё равно. Но уже лучше, слушайте, намного прям лучше. Ладно, G36 мы в таком случае оставляем себе. Переходим с Абакана полностью на G-шку. Кравотечение меня всё ещё долбит, но мой артефакт успевает заглушить всё это дело. Поэтому мне как-то пофиг. Зайдём сейчас к Кашоту, продадим ему лишнее и купим бинтов. Так, патроны вот эти держи, слушай, он их вообще неплохо покупил. А патроны, слушай, 5.45 он не покупает вообще. И Абакан мой тоже. Ладно, бинты дай за тысячу, охереть. Все три израсходовал. Рофл. О, на тебе прицел за 400 рублей. Абакан купишь за 400 рублей. Ты гонишь, чел? Он купил прицел за 400 рублей и Абакан с прицелом за 400 рублей. Вообще неадекватный человек. Может, просто какого-нибудь рандомного сталкера смогу продать Абакан? Да нет, не смогу. Ладно, буду таскать с собой пока что. Так, что, ну мне к голове. В прошлый раз мне все-таки написали, чтобы я скипал вот эти диалоги, даже озвученные. Ну ладно, буду скипать, потому что кому-то скучно, я понимаю. Так, короче, нас просят еще раз помочь. У нас тут, значит, задание две точки сразу отбить. Я, пожалуй, этим пока заниматься не буду. Я лучше это самое. Найду куда деть мои стволы лишние, потому что продать все это дело все-таки хочется, а вот некому. Да, некому от слова совсем. Прям вообще никто не покупает. Так, уже наемники начали гибнуть, смотри. Но я думаю, они сами захватят все эти точки. Я хочу уже чисто на заводе появиться. А вообще, я бы поспал, чтобы взять квест у, во-первых, бармена ночной. Я не знаю, правда, точно ли он ночью выполняется. А во-вторых, квест у дядьки Яра. Так, 9 часов вечера. Ну давайте еще поспим, я думаю, 3 часа. Все, я поспал. Давай покушаем вот этого и вот этого. Ну и пойдем спросим задание. Че, свобода все еще воюет? Еще и дождь идет. Да, погодка, конечно, такая себе. Подыскиваю работу. Ничего не нужно. А, а почему так? Разве не должны там появиться бандиты, я хз? Или они там в час ночи появляются? Давайте еще поспим, 3 часа. Неплохой звук. Такое надо на будильник только ставить. Точно не проспишь. Ну вот у тебя точно должно появиться задание. Берусь, да. Дает он мне задание найти друга техника. Это мы сделаем. И может все-таки бармен тоже выдашь мне задание? А, работу? Нет, да почему? А какое условие у этого квеста, пацаны? Я что-то понять не могу. Ладно, пойдем тогда просто друга техника искать, раз уж мне квест не хотят дарить. Так, нет, знаете, я перед тем, как пойду искать все это дело, я скину абакан в ящик, потому что он мне жестко мешает. И, наверное, куплю энергетиков. Все, захватить антенны отменено задание, потому что они сами справились. И фирма, надеюсь, сейчас тоже сами справятся. Ибо, ну не хочу я бегать опять на эти точки, я только что на них был. Я вот сразу на завод приду. Тут, кстати, вообще мутантов просто тьма тьмущая. Я вот у тебя, я бы еще энергетиков закупил, потому что у меня проблемы с выносливостью. Проблемы с доступом к джоказино. Ой, это не реклама. Хера я вовремя болт кинул. Я не знал, что там эта аномалия. Ой, за мной еще и зомби, оказывается, идут. Хей, бро, здравствуйте. Готово. На всякий случай детектор достанем. Я, конечно, сомневаюсь, что мы тут что-то найдем. Но вдруг. Писали то, что для тех уникальных артов, о которых я говорил в предыдущей серии, не обязательно нужен велес. Можно обойтись и медведем. Чуваки, у меня медведя нету. А колбаска что, подпорченная? Да, не свежая. Так, ну и вот, собственно, флешка друга дядьки Яра. Забираем. И давай посмотрим, что у нас тут. Есть какие-нибудь артефакты или нет все-таки. Так, нет, тут нихрена нет. Я думаю, это просто пустая страта здоровья. Валиваем. Ферму все они никак не могут захватить. Прикинь, все еще там война какая-то идет. Хотя вроде штурмует два отряда с двух сторон одновременно. Что насчет чертежей? Вот они, а кореша своего больше в гости не жди. Он к мутантам на ужин попал. Эх, не повезло бедолаге. Ладно, с меня причитается. Будут лишние деньги, обращайся. Договорились, пока. Награду получить, а награда у нас 2000. Ну, пойдет в принципе, ладно. Так, здорово. Есть работенка. О, появилась. Пару ночей подряд я видел свет то ли от сигарет, то ли от фонариков. Заброшены стройки на заправке. Если возникнет желание, почему бы не сходить проверить? Ладно, там нечистая сила под боком завелась. Пусть ее, а то вдруг это опять гопы со свалки полезли. Так с таким стрёмом разобраться надо. Хорошо, посмотрю, что там. Ой, что-то у меня все зависло. Больше работы у него нет. Ладно, все, мы получили наконец задание. Пойдем разберемся с бандитами. Ой, смотри, смотри, смотри. Идут, идут, идут. Они только-только в здании идут. Я думаю, мне протектора хватит, чтобы с ними разобраться. Ой, они уже на меня загрелись или что это? Подожди. Минус. Неплохо меня принял, чел. Не ожидал-то, что ты тут сидишь. Смерть ждет вас всех. Умирай. Офигеть, я умер. Так, мне там говорят, ты жмур. Кто? А может быть ты? А вот и он. Так, ой, блин. Напугал, чел. Вот тут же еще на втором этаже должны быть. Куда они делись? Телепортировались и в них... О, бляха, что вы меня так пугаете? Запарили. Последний бандит, видимо, остался. Готово. Всех убил, но у меня опять нет бинтов. Надеюсь, у бандитов они хотя бы попадутся. Так, а где бандит исчез? Ты где, алло? Как тебя лутать должен? О, нашел. Вот такие патрончики я заберу. Как я понял, Ашот их очень даже любит. И дает за них очень хорошие деньги. Прям реально. Этому парочку патронов продал. Уже 800 рублей вышло. Поэтому если такие патроны видим, надо забирать обязательно. Что ж, возвращаемся к бармену. Так, там между делом свободовцы уже отбили все, что надо. Держи 50 рублей. Точнее, это я держу 50 рублей. Я ему сдал 2 КПК. Так, привет, Ашот. Держи, ты любишь эти патроны? Я знаю. 1600. И вот ручку держи. Все. Теперь у нас задание выбить наемников именно с завода. Правда, блин, не лучшее время. Я хотел поспать перед тем, как все это начнется. Но все-таки придется идти на войну именно ночью. Патронов у меня предостаточно на джишку. Ну, сейчас затестим, короче, ее. Кровотечение все еще долбит, но я думаю, это не страшно. О, свободовцы тут появились. Здорово, пацанчики, как дела? Что-то, пацаны, тут как-то в разнобой все. В оригинале у меня какая-то стратегия была, а тут что-то все как-то слились сразу со своих позиций. Убил вроде наемника. Короче, я побежал, пацаны, давайте. О, найс, побежал. Ночью ни хера не видно, блин, ужасное, ужасное время. Хотя можно поспать же прямо сейчас, что я туплю. Давайте. И там кто-то говорит, не спать, пипл. Классно поспал. Когда вот такой звук, значит сон был прекрасным. Так, а можно мне теперь, пожалуйста, на войну? Что у меня за эффекты какие-то странные? Хера, чел, ты что тут забыл? Так, ну вы продвигайтесь, я пока что, подождите, наемника обыщу. А у него винторез в отличном состоянии. Может, все-таки взять все, я не знаю. Хотя, на патроны разве что только. О, вот это по мне задамажили. И я не могу вылезти просто, потому что я ни хера не вижу. Умер, наконец-таки. Алло, ты что тут забыл? Пришла священная инквизиция наемническая. Все, надеюсь? ГГ. О, охереть, вот это он мне втащил. Аптечку придется ее взять. Ой, тут чел погибший. Откуда он взялся? Да, пока я руки достану. Ну да, ну да. Меня уже 200 тысяч раз смогут обстрелять. Наконец-то. Ты кто, ты кто вообще? Финальная стадия. А, это документики всякие. Из УГСМа, я понял. Можно чисто сдавать там за деньги, как я понял. Так, хорошо, надо вот тут еще всех прикончить. Тут кто-то есть. Алло. Че сидим? По-моему, нихера нули так неплохо. А кто это был? А кто это сделал? Ладно, десантируемся. О, давайте, подрывайте. Красавцы. Так, а можно тут как бы это, убить человека? Готов. И вот тут еще, по-моему, кто-то остался. Алло, куда бежишь? Все, отлично. Мы все зачистили. Теперь мы можем с вами вступить в свободу, друзья. Но я пока не уверен, буду это делать или нет. Потому что вступление в свободу может мне перечеркнуть дальнейший сюжет бода. Поэтому пока мы не сделаем тот или иной квест на той или иной локации, я не буду никуда вступать. Но вообще, скажу честно, хотелось бы за свободу поиграть, да. Сейчас все комментарии забиты фанатами долго. Ууу, дизлайк, от песка. Не знаю, просто я в свое время, в детстве, когда проходил очень много Чистое Небо, перепроходил, я всегда играл либо за одиночек, либо за долг, либо за одиночек, либо за долг. Чуть меньше были разы, когда я никуда не вступал. Еще меньше были разы за свободу, ну, еще только меньше могут быть разы за бандитов. Вот, но бандиты, это понятно. В них довольно сложно вступить. Поэтому что-то вот как-то мне хочется играть за свободу сейчас. Ну, посмотрим еще, посмотрим. Может, я еще поменяю свое мнение. Так, слышь ты, куда ты можешь меня отвезти? Давай меня в ангар. А кому доки сдавать? Напомните мне, пожалуйста, я что-то забыл. Можно же кому-то, типа, доки эти сдавать или нет? Так, подчини меня, пожалуйста, друг. Блин, столько денег, да. И все потом отнимут бандиты вонючие. Так, вот это вот тут вкачаю пока что, пока деньги есть. Ага, ну вот этот уже грейд, денег у меня нету, к сожалению, ладно. Так, зайдем к Ашоту, продадим ему что-то. И, наверное, сейчас еще в баре свободы получим 1000 рублей. Да, очень много. Так, есть что-то для меня, 1000 рублей. Спасибо, друг. Ну, типа, даашники. Между делом, кровища у меня все-таки хлещие, там мне все равно. Держи патроны. Опять 1600, да что такое? Будто бы сколько я ему не принес, он все равно даст столько же. Ладно, бинты, все. Так, лады. Че нам сейчас надо делать? Я хз, если честно, вообще, ноль людей. Вообще, надо идти на болото. Мне там и с поводырем говорить, и так далее, и так далее. Так, а Чеха там никакую награду мне за помощь не должен? Или там только открывается диалог со вступлением в свободу? Я вот что-то позабыл. Привет. А, вот. У него, смотрите, есть работа. Кстати, зачистить логов мутанта возле острова и убить сталкера ветерана долго. Но... О-хо-хо, какая красота, смотрите. Тащит по всем характеристикам, кроме разрыва. А еще, скорее всего, там не будет слотов для артефактов, поэтому хз. Очень хотелось бы, конечно, одеть этот броник и так далее. Но, я не знаю, давайте сейчас сначала посмотрим, сколько будет стоить заградить на слоты. И вообще, сколько слотов? Ноль. Я понял. То есть, мне три слота надо открывать. Привет. А сколько будет стоить открыть? Раз, два. Я только два слота смогу открыть. Нет, этот броник определенно отлетает. Я останусь, пожалуй, в том, что у меня есть. Потому что артефакты мне очень важны. Бронику свободы, наверное, свободу сам-то, собственно, и продам. Чё? Четыре тысячи. На. Так, ну и да. Наверное, все-таки идем на болото. У меня есть вот такая вот тема сейчас. Где оно? Вот один отряд наемников на болотах и на свалке. Вот я хз где их искать, на самом деле? На свалке. Вот где на свалке могут быть наемники? Они вряд ли на карте будут отмечаться, прям как наемники. Хотя, хрен его знает, будут они тут отмечаться или нет. Это что такое, кстати? Куда это переход ведет? Непонятно. Куда-то доведет. Гонять не будем. Чисто не просто, кстати, в Hard War моде остаются друзьями все. У меня все еще задание висит захватить лодочную станцию. Ха, ну вы насмешили. Ну на болотах никто не отображается. Ну я, наверное, все равно через проводника на болото сгоняю. Да, это будет дорого, зато я сэкономлю до хриллион времени. Привет, куда-то можешь меня отвезти? На болото можно? Ау, на болото не водят, прикинь. А кто водит? Или у меня просто денег недостаточно? Да вряд ли у меня 7 тысяч. Ну на свалку можно сгонять. Я не знаю, на барахолку какую-нибудь. Или чё? Хотя, не знаю, не очень хочется. Ну давай меня, короче, на кордон, на базу нейтралов. Посмотрим, водит ли там проводник. Также достоверный источник сообщил мне, что я могу спокойно идти выполнять квесты дальше. По основному... Тьфу, блин, по сюжету Hard War моды. То есть могу хоть прямо сейчас идти там на агропром, выполнять вот эту всякую хрень с ящиком и так далее. И, наверное, я так и сделаю в ближайшее время. Я хочу сейчас заняться дополнительными квестами. Поэтому да. Так, во-первых, мне нужно зайти к товарищу вот здесь и посмотреть, есть ли у тебя что-то для меня. Нету. Понятно. А Артон купит уже подороже за 7200. Наверное, тебе и продам, чел. Потому что я сомневаюсь, что мне кто-то сейчас лучше предложит. Да, возможно, там где-нибудь учёные, но до учёных ещё добраться надо. Патрики. У него это довольно дешёвое. Они мне и не нужны. Привет. Чинить мне, в принципе, нечего. Но вот, может, погредишь комбец, я не знаю. За 7500 могу контейнеры, конечно, себе приделать. Могу тут точно сделать. Я, наверное, так и сделаю, кстати. Точность мне сейчас важнее. Плюс мне нужно сэкономить деньги, чтобы осталось до проводника. Куда можешь не отвезти? На болото он может, да, на любую точку практически. И давай меня, наверное, на руины деревни. 2000. Охереть, чё так много? Потому что это самая близкая точка к поводырю. О, всё, меня перенесло. А то я уже хотел сказать то, что... Опа. Найс, перенесло. А то я уже хотел сказать, проводник киданул меня. Не перенёс. Спасибо за плюху в лицо. Всё, нормально. Вовремя на болото влетел. Как раз во время атаки. Да уж, это было жестоко. Так вот, так как я на болотах, может, не теперь отобразятся наёмники какие-нибудь на карте? Ну-ка, чё это такое? Ренегаты уничтожить противника. Ренегаты, ренегаты. Мутант. 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 Тоже мутант. Нет, как я понимаю, никаких наёмников тут не появится. Даже несмотря на то, что я зашёл на локацию и, типа, должно обновляться. То, что вот тут какие-то, такие-то отряды есть. Да, жалко. Я хзк, где искать наёмников, честно, пацаны. Прямо вот вообще ноль идей. Ноль. Кругленький. Ого, вы сумасшедшие. Вы чё, все пошли сюда? Ладно, ваш выбор. Ну вот, я же говорил, на карте никто не отмечается. Нету здесь поводыря. И я забыл, куда он свалил. Вот прям вообще ни в какую не помню. Вот, видите, никого тут нету. Куда он свалил? Ну, ёп твою медь. Да уж, ну ладно. У нас тут ещё есть целиковые какие на этой локации. Так, я решил отгрузиться на автосейв. Во-первых, чтобы засейвить себе здоровье более-менее. Во-вторых, чтобы отправиться отсюда на другие точки. Потому что на северных нихрена нету. И всё равно я получил кровотечение, которое гашу аж двумя бинтами. Неплохо. Какого сигнала, алло? Вперёд. Всё, идите. А где проводник-то делся? О, боже. Ну да, ну да. Сейчас вы все пойдёте воевать, дебилы тупые. Ту, реально, такие идиоты. Чем могу помочь вам? Ничем. Ты не сильно занят. Давай махнёмся. Можно патроны выменять. Жалко, бинты нельзя выменять. И что? А эти чубрики где? Чё они там так долго? Проводника, короче, как я понял, тут не будет, да? Жаль. Алло, наёмники? Опа, вот это уже интересно. Я же как раз наёмников ищу на данной локации. То есть это ещё рядом, что ли, или чё? Ну я ещё на карте вижу людей. Но вы уже не наёмники вроде, да? А вот ты наёмник. От тебя говной воняет. Я отсюда чувствую, блин. Вы дверь. Всё, сдох, мод. Класс. А, то есть у меня ещё и сейв сломался, да? Просто за... Ну что, теперь я знаю, где находятся наёмники на болотах. Сейчас я отгружу на автосейв. И, в принципе, мы побежим сразу к ним. Так, где я, кто я? Фу, бежим. Под обстрел, главное не попасть. Тихо, 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 тихо. Всё, я валю. Это ваша война, я в ней не участвую. Давайте до связи. Народа тут слишком много отмечается в этих кустах. Ну, очевидно, потому что чисто небовцы и не чисто небовцы. Вот, как, например, вот этот чубрик. И вот этот чубрик. И вот этот тоже. Ещё одна крыса из кустов вылезла. Давай, давай, стреляй. Что ты мне сделаешь? Я за чисто небовцем спрятан. Всё, давай, говна поешь. Так, он бинт выронил, прикинь. Ха, прикольно. Когда я езал вот так. Васькот туз. Но это явно не квестовые пацаны, как я понял. Это просто дефолтные наёмники, которые тут спавнятся отрядами, да? Или что? Этого вообще уже обыскали. Горыныч. Это квестовый наёмник. И его обыскали, да? Да уж. Кто обыскал, признавайтесь. Это был всё-таки вот этот чел, да? Он взял квестовый КПК, КПК Горыныча. И имам, Лебедев согласился на все наши условия. Продолжаем работу по плану. Отлично, выдвигайтесь в тёмную долину. Надо кончать со свободой. И от лимана нет вести. Разберитесь. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Что ж, хорошо, покидаем данное место. И нужно текать на свалку. Кстати, я тут пробежал хавчик, выброшенный мной. А, это облучённые маслины. Нет, это да? Отпадает. Захватить северный хутор. Ой, она появлялась в задании. Челы, вы забыли, что ли? Я уже всё, не ваш раб. Поэтому давайте как-то сами. Вы мне тут что-нибудь положили? Нет. Ну и... Ой, тихо. До связи. Доброго дня. Кстати, а у меня есть какая-нибудь награда на вашей базе? Нету. В таком случае... Фу, он меня никуда не может отвезти, кроме как... Да твою мать, ты рофлишь. Ладно, зато он бесплатно водит. Пойдём тогда на южный хутор и оттуда выйдем на кордон. У Прагматика, кстати, новых заданий не появилось. Ну, хотя я сомневаюсь. Да, у него ничего нету. Но это тоже чисто по болотам водит. Ну да, придётся всё-таки идти на кордон пешком. Ну и ладно. Привет, кордон. Там военные опять отспавнились, как я понял, да? Да, и они херачат из пулемёта. Ну, естественно. Ну, ядулин в бой, чё могу сказать? Без ядулина тут, в принципе, и никак. Тут ещё где-то собачек, я слышу. Сейчас жмыхнет, смотрите. Всё, жмыхнуло. Аптечку быстро принимаем. Бинты. Я сказал, бинты. Ещё раз бинты. Ещё раз бинты. Да, все бинты израсходовал на одно кровотечение. Класс. Почему бы и нет? Здорово, проводничок. У тебя есть еда? Дай мне, пожалуйста. Давай, куда-то можешь меня отвезти? Свалка-барахолка. Мне туда. Ммм, кстати, можно сейчас тут пройти сюжетный момент с ограблением. Но давайте чуть позже. Сначала всё-таки сходим за наймами. Они где-то здесь должны быть. Бандиты. Ну, где-то тут, короче. Сейчас посмотрим. У меня, в принципе, с бандитами нейтралитет. Поэтому бандиты мне в случае чего не помешают. Да, кстати, я вот только сейчас додумался. Мне в комментариях, наверное, под последней серией написали. Но я комментарий не читал. Потому что я, получается, выложил днём того же дня, что я сейчас записываю эту серию. То есть, ну, на момент записи сейчас прошло где-то после... О, там артефакт сверкал. Видели? Прошло после выколотки где-то часа два. То есть, там ещё комментарии толком не успели накопиться. Да и я не читал. Так. Ну-ка. Опа, подожди. Вон, да. Там наёмники. Ёптель. В натуре. Но тут блокпост этих бандюков. Они мне не дадут нормально сейчас сразиться. Но давайте хотя бы сходим сюда. Потому что тут артефакт сверкал где-то. Но своим откликом я его, видимо, не найду. Поэтому до связи. Всё-таки, да. А, наёмники там. А бандиты с ними воюют или нет? Мне интересно. Ну, вроде они, смотри, воюют. Но при этом они такие... А, всё, вали его. Они говорят. Короче, давайте я вас завалю. Окей. Потому что вы мне мешаете выполнить квест. Даже если я хочу им сдать бабло, они просто агрятся. Потому что тут наёмники мешают жёстко. Придётся валить оба отряда. Вообще неудобно. Ой, меня сразу хейтят, как только я спавнюсь. Главное жить, пацаны. Главное жить. Пошёл нафиг. Пошёл нафиг. Бандиты вроде всё. Остались наймы. Ой, да он что-то в кустах. Готов. А этого бронекусты прикрывают. Вообще несправедливо. И гранату я ему кинуть не могу, потому что у меня гранат нет. Всё. Все готовы, все убиты. Отлично. Так, во, Виха, смотрите. КПК Вихи. Двигайтесь в тёмную долину. Активно ищите шрамы. Основная цель чехов. Ускорьте поиск входа в лабораторию. Угу. То есть, а наёмники ещё и вынюхивают что-то по поводу лаборатория. Ищут вход в них. Понятно. Но второй наёмник, я думаю, не представляет для меня никакого интереса. Уж, скорее всего, он дефолтный, как и с первым отрядом. КПКшники я получил. И теперь моя задача это добыть их КПК. Получается, я добыл. И вернуть их. Так, ну КПКшники я сейчас верну. Но давай сначала всё-таки спустимся в подвал за клыком. Так, вот он подвал. Чё им тут мёдом помазано? Да, мля. Жалко, что тот урод смылся. Ай, хер с ним. Припыток сбросил и нормально. Ага. Короче, хапаем самое ценное и валим. Хэй, брос, найс, кокс. О, насрало мне оповещение. 5000 рублей забрали. Белник живой. Наконец-то оклемался. ПДА Клыка где-то совсем рядом с тобой. Найди его. Клык, ситуация изменилась. Кто-то узнал, что мы были в центре зоны и открыл сезон охоты на нас. Надо действовать как можно быстрее. Подробный план найдёшь в тайнике. Я сменил вход. Белник, это Лебедев. Информация с ПДА Клыка подтверждает мои догадки. Неизвестная группа сталкеров побывала в центре зоны. Не знаю как, но они даже умудрились вложить после большого выброса. Лучше бы они погибли. Выбросы не прекратятся, пока дорога в центр зоны снова не станет тайной. Ведь только так. Либо мы уничтожаем этих сталкеров, либо зона на водных выбросах уничтожает всё живое внутри периметра, а то и дальше. Ясное дело будет лучше, если мы справимся первыми. Но для этого нужно поспешить. В ПДА Клыка остались координаты их тайника. Там наверняка мы сможем узнать новые подробности о планах группы. А с кем это они там воюют, я что-то понять не могу. Кто там за воротами оказался? Какие-то пацаны странные. Ладно. В общем-то, давайте на этом заканчивать. Вернём мы с... Да, я уже предвижу комментарии. О, неплохо я, конечно, кровотечение получил. О, ты же мог выбросить вещи перед входом в подвал, или выложить их в ящик, или ещё что-то. А ещё ты мог завязать баг на бесконечные деньги. Чуваки, во-первых, я не хочу играть с багом на бесконечные деньги. Это неинтересно. Во-вторых, также неинтересно выкладывать вещи перед подвалом. Да, мы все прекрасно знаем этот момент, но я решил всё-таки сделать так, как было задумано по сюжету. То есть, меня должны ограбить. Я получил игровую проблему, сложность вернуть свои вещи, будучи бичом. И я хочу, ну, решить эту проблему. Собственно, да. Решить, как и надо решать. Боже, ну вы меня поняли, короче. Но вернём вещи уже в следующей серии. А пока, друзья, большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Если оно вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Также обязательно подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если не нравится мой контент. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на неё есть в описании. Также, как и ссылка на скачивание этого мода. Высходите к нему и сами поиграть. И ссылка на плейлист с этим прохождением, в случае, если вы не видели остальные серии. Большое ещё раз спасибо всем и покедова.